О долгой жизни Тициана известно практически все. Поразительная карьера, привязанность и приглашение к главнейшим дворам Италии и Европы, ревнивое внимание к собственному материальному благосостоянию, предпринимательский подход к управлению собственной школой, документов, освещающих все эти аспекты жизни художника, которые еще при жизни начали создавать вокруг него настоящий миф, существует великое множество. Тем возмудительны исключения, которые являют неизвестность даты его рождения, порожденные противоречащими друг другу, расходящимися на добрых 17 лет. С другой стороны, очевидно, что это немаловажная проблема, поскольку от ее решения зависит вопрос, когда созданы и как датированы его ранние произведения. Запись о смерти 1576 года Города гласит, что художник скончался в возрасте 103 лет. Таким образом, годом его рождения должен быть 1473. Невозможная цифра, добавляющая к мифу о художнике еще и потрясающее долголетие. Мифу, который стремился поддержать и сам Тициан, когда в датированном 1571 годом письме к Филиппу II, рассуждая об оплате за свое произведение, прямо называет себя 95-летним. Если верить биографам его времени, Людовико Дольче и Джорджи Лазари, которые, похоже, наоборот, стремятся превознести раннее становление художника, он родился между 1488 и 1490 годами. Именно эта датировка принята в настоящее время большинством ученых. Тем не менее, заслуживает внимательного рассмотрения и третья гипотеза, согласно которой художник появился на свет в первой половине 80-х годов. Это позволяет распределить несколько его первых произведений по первому десятилетию XVI века, что наиболее всего соответствует стилистическим и биографическим вехам его жизни. Итак, Тициан родился в Пиеве-де-Кадоре, маленьком селении в горах провинции Белунно. Он был вторым сыном Григория Вечелио, происходившего из известного рода нотариусов, адвокатов и администраторов. Тициан навсегда остался преданным своей земле как чувствами, так и делами. Большую часть своего состояния он вкладывал в перевозку древесины, хотя не полных десяти лет он покинул родину вместе со старшим братом Франческо, чтобы добраться до Венеции и изучить искусство живописи. В начале он ходит в школу мозаичиста Себастьяна Дзукатто, чтобы пройти ученичество у Джентили, а затем и у Джованни Беллини. По достоинству названного отцом венецианской живописи, бесспорного предшественника как Виторе Карпаччо, так и Чима Даканельяна. С первых шагов по стези живописи Тициан проявил себя как необычайно талантливый художник, умеющий соединить Беллиниевские величия и степенность с натурализмом зааллипийских художников, которым он испытывает величайшее почтение. Соединение этих влияния легко распознается в его первых произведениях, особенно в маленьком полотне, где Папа Александр VI представляет Якова Пизару Святому Петру. Это полотно посвящено победе Прессанта Маура, одержанной в 1502 году венецианцами над турками. Венецианская школа де Сан-Рокко, датирующая 1506-1507 годами, наоборот представляет собой переработку северных образцов, в особенности Альбрехта Дюрея. Важнейшим эпизодом, относящимся к первым опытам Тициановского творчества, становится его первый контракт. Художник должен был украсить фресками боковой фасад немецкого подворья, расположенного близ Риальту. Наиболее значащим из немногих сохранившихся фрагментов представляется мощная фигура сидящей женщины, попирающей ногой чудо-голову и держащей в руке меч. Это аллегория Венеции, изображенной в виде справедливости, или библейской юдифи, которая как будто предостерегает стоящего перед ней императорского солдата, а одновременно и купцов, входящих в помещении гетии. Это предостережение несет в себе чрезвычайно актуальную для того исторического момента политическую подоплеку. Как раз в это время император Максимилиан присоединяется к силам Лии Камбры, собранной против республики после папского отлучения Венеции. Максимилиан Максимилиан Контраст между справедливостью Тициана и фрагментом фрески с Джорджоневской обнаженной, мечтательным идеалом, недостижимым в своей законченности, положил начало расхождению живописной манере этих двух художников. Что же касается их отношений, преобладает ошибочное мнение, в соответствии с которым Кадорец являлся учеником, а затем наследником Джорджоне. Причем считается, что последний поручал Тициану доработку своих шедевров. В результате можно сказать, что Тициан стоял гораздо ближе к поэтическому миру маэстро Те Кассельфранко, принимая его колористику и наследуя его заказ после преждевременной смерти учителя от чумы в 1510 году, в возрасте неполных 30 лет. Тем не менее, документально засвидетельствовано только лишь его участие в переопределении пейзажей покрывало знаменитой «Спящей Венеры» из Дрездена, созданной Джорджоне в 1507 году, хотя в этом случае придется исключить предположение, что это происходит еще при жизни автора. Множество других произведений, приписываемых критикой либо одному, либо другому художнику, или же воспринимаемое как их совместное творчество, до сих пор считаются автографами Тициана. Среди творения этого периода, от конца первого десятилетия века до середины второго, утонченные музыкальные аллегории, хранящиеся ныне в луре, прерванный концерт и потрясающий деревенский концерт. Аллегорически представляющийся общую гармонию и социальный контраст, поэтические морализаторские дри возраста, или «Не прикасайся ко мне», и, наконец, вершина Тициановского творчества «Любовь земная и любовь небесная», сейчас находящиеся в Риме в галерее Бургезе. И если тематика этих шедевров приближается к сюжетам Джорджоны, то глубокая и сочная колористика, живость и естественность изображения как человеческих фигур, так и пейзажей принадлежат только Тициану. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По другой версии, в трудные годы, последовавшие за войной с Лигой Камбре, кульминацией которой стал в 1509 году разгром Прян-Ядвелу, Тициан счел своим долгом выразить надменную позицию Венеции, вызванную возвращением собственных территорий и возрождением мифа о священном городе. Это подсказывает иконография Пала де Сан-Марко, картины, созданной по обету избавления от чумы 1510 года и находящейся ныне в церкви Санта-Мария де ла Салутте. Главным персонажем которой является не Мадонна с младенцем, как можно было бы ожидать, но апостол-покровитель города, то есть, несомненно, самой Венеции. Даже в сюжете о чуде святого Антония, изображенном на фресках, исполненных драматической силой и дерзких композиций в 1511 году, «Скола де Санто Падуи». Сквозь господствующую тему прощения можно ощутить глубокую любовь заказчика к Венеции и увидеть метафору с перемирением Падуи, которая во время кризиса 1509 года предательски перешла на сторону империи. Со смертью Джорджиони в 1510 году и отъездом в Рим одного из самых многообещающих художников, Себастьяна Лучани в 1511 году, когда Беллини уже 80-летний старик, Тициан бесспорно становится главой венецианской живописной школы. С этого момента в обязанности Тициана входит рисование официальных портретов дожи. Он является главой хорошо управляемой самостоятельной школы и получает от венецианской знати и северных купцов множество заказов на религиозные и мирские сюжеты, прежде всего на портреты. Однако произведением, которое после первого замешательства, вызванного его революционной новизной относительно венецианской изобразительной традиции, поставило Тициана в один ряд с величайшими художниками эпохи Возрождения, с Рафаэлем и Микеланджело, стало Ассунта. Картина была заказана ему в 1516 году францисканцами в церкви Санта-Мария Глориозе де Афрари и торжественно представлена миру в 1518 году. В ней Тициан достигает того сочетания драматической силы и динамического напряжения, подкрепленного исключительной насыщенностью цветовой гаммы. Которая станет его визитной карточкой как художник. И как писал Дольче, начинали люди восхищаться новой манерой. Слава Тициана быстро распространяется за пределами Венеции, и из-за него начинают соперничать лучшие дворы Италии и Европы, прежде всего благодаря его непревзойденному дару портретистов. Альфонсо Десте, герцог Феррари, приглашает его завершить украшение алебастровой комнаты своего частного кабинета, оставленное незаконченным Джованни Беллини, и, к сожалению, разрушенного уже к концу XVI века. Между 1516 и 1524 годами Тициан создает для него три вакханалии, или поэмы, как называет их сам художник, «Праздник Венеры», «Андрийские вакханалии», «Ивак» и «Ариадна». Языческие сюжеты на этих полотнах дышат игривостью и чувственностью, элегантностью формы богатой и звучной цветовой гаммы. Субтитры подогнал «Симон» В период пребывания Тициана в Феррари появляются также и знаменитые портреты, такие как изображение придворного сановника Винченцо Мости. Картина является шедевром игры на хрупком равновесии различных оттенков серого цвета и изысканных световых линий. Лицо придворного оттенено яркой вышивкой переливчатого воротника рубашки. Технический прием достаточно характерный для тициановского искусства портрета. Даже родственник Альфонсо, герцог Мантуи Федерико Гонзаго, занимает тициана приглашениями и необыкновенными дарами. В числе прочих произведений ему принадлежали датированный приблизительно 1525 годом знаменитый портрет, ныне хранящийся в Прадо, где герцог предстает в ярком голубом костюме, который еще больше оттеняет белая шерсть, изображенного рядом пса. И снятие с креста, а также утерянная серия портретов 12 римских императоров, Цезарь, созданная в 1538-1539 годах, воссоздаваемая только по гравюрам и многочисленным копиям. В то же время на волне успеха Асунты Тициан получает множество заказов, как на родине, так и за границей, на оформление алтарных ниш. В 1519 году Тициан берется написать для Якопа Пизаро «Огромное святое семейство». Полотно было закончено в 1526 году и помещено над семейным алтарем в церкви Санта Мария Глориоза Дейфрари. В этой картине художник оставляет традиционную пирамидальную структуру с тем, чтобы избрать плотную диагональную композицию, пронизанную пересечениями взглядов и жестов и помещенную в тень двух огромных колонн. На первом плане изображено коленопреклоненное семейство заказчиков. В 1520 году для церкви Святого Франциска в Анконе создается Пала Гоцци с Мадонной, Святым Франциском и Святым Альвизием, написанным с заказчиком. В 1522 году полиптих воскресенье церкви Сан Назарио и Чельсо в Бреши для папского легата в Венеции Альтубелло Аверольди. На этой картине фигуры из разных групп с их общими цветовыми и световыми деталями, пластикой и резко акцентрированными анатомическими подробностями. Снова напоминают фрагменты отечной и современной скульптуры. В частности, изображенная здесь фигура Святого Себастьяна рождает ассоциации с работами Микеланджи. Эти два произведения окажут огромное влияние на местные художественные школы, тогда как в Венеции с самого восторженного приема удостоится полотно «Убиение святого Петра Мученика», написанное в 1528-1530 годах для Томигниканской церкви святых Иоанна и Павла и утерянное, скорее всего, в XIX столетии во время пожара. Важным эпизодом развития Тициановской карьеры явилась встреча художника с императором Карлом V, происшедшая в Болонии в 1530 году во время коронации, которую проводил папа Клемент VII. Тицианов становится любимым художником монарха, установив с ним прекрасные профессиональные отношения, которые он поддерживал впоследствии и с сыном Карла Филиппом, и всем испанским двором на протяжении 40 лет. От императора исходили многочисленнейшие заказы и высокие почести. В 1533 году Тициан был удостоен рыцарского звания и титула графа и кавалера золотой шпоры, достигнув славы и общественного положения, недоступного другим художникам. В 30-е годы Тициан налаживает также отношения с урбинским двором. Между 1536 и 1538 годами он пишет портрет герцога Франческо Марии Деларо Верри, изображенного в доспехах и при регалиях генерал-капитана Венецианской республики, а также портрет его супруги Элеоноры Гонзага. Эти картины сочетают преклонение перед высоким общественным положением с тонким психологическим анализом, одной из характеристик делающих Тициана наиболее выдающимся портретистом эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаменитая Венера Урбину посвящена, однако, сыну Франческо Гвидобальду, написанная в 1538 году, это Венера, которая, забыв мечтательное уединение своей непосредственной предшественницы, вышедшей из-под руки Джорджони, предлагает зрителю всю свою красоту и чувственность, обратив к нему полный соблазнный взгляд. Картина написана с той же женщиной, что и другое произведение урбинского цикла, так называемая лабелла. Субтитры создавал DimaTorzok Дициан не хотел создавать настоящего кружка своих последователей, предпочитая окружать себя помощниками, не имевшими своего стиля, но преданными и верными. Среди них его сын Горацио, которому художник доверял выполнение многочисленных копий своих быстрых, прославленных и постоянно заказываемых произведений, таких как, например, различные повторы кающейся Магдалины, созданные для Делараверы около 1533 года. С началом 40-х годов Тициана обращает свои художественные искания к безмятежному натурализму и идеальным классическим пропорциям, примененным конструктивистскому использованию цветового материала, уступая место поискам новых форм, уже выраженным в таких произведениях, как упоминавшиеся «Цезарь» для Фредерико Гонзага и огромное повествовательное полотно «Введение Марии в охрану», предназначенное для сценической постановки и выполненное в 1534-1539 годах для венецианской «Сколо Гранде д'Алькари» Это колебание манеризма, с его вкусом к искусственному, утонченной интеллектуальной игрой имитации античности, преклонением перед Рафаэлем и Микеланджелом, пришедшие из Центральной Италии, дабы затенить сияние Тициана и венецианского искусства в целом. Таким образом, новое искание в творчестве уроженца Кадори нельзя назвать результатом кризиса. Это вызов, результат развития личности, богатство выражения, направляемое могучей индивидуальностью художника, несмотря на то, что критика выделяет некоторое снижение вкуса, ослабление напряжения в произведениях, которые, по большей части, относятся к данному периоду его творчества. В этих произведениях мускулистые тела сплетаются и расходятся во вращении. Персонажи принимают риторические, напыщенные позы, палитра смещается к темным цветам. Такова торжественная речь Айфонсо Таваласа, написанная в 1540-1541 годах, на которой торжественный жест правителя Милана очевидным образом заимствован из репертуара классической скульптуры. Субтитры создавал DimaTorzok и 1544 годами для подолга церкви Санта Спириту Венезолу в Венеции. И, наконец, такова же написанная в те же годы, наполненная внутренним драматическим напряжением, картина «Коронование Терновым венцом» для церкви Санта Мария Телла Грация в Милане. Можно заметить, что от картины к картине мазки его кисти перестают создавать сплошной цветовой фон, все чаще нагромождая сгустки материи, оставляя бахрому на краях и едва намеченные фрагменты. Подобный эффект особенно заметен в многочисленных портретах этого периода, на которых привычная откровенность граничит порой с цинизмом, обнажая не только тела, но и психологические черты персонажа. Вспомнил находящийся в Питте портрет Петру Аретину, на котором один и тот же персонаж с одной стороны выглядит человеком из плоти и крови, а с другой скорее изображен в виде наброска, чем в виде чего-то завершенного. Даная, работа над которой художник начал уже в Венеции и которая предназначалась в подарок кардиналу Александру Форнезе, несет на себе отпечаток его чувственного натурализма и сочной колористики. «Она столь соблазнительна, что кажется ханжовой по сравнению с Венером и Урбину», замечает мансиньор Джованни де ла Каза. Микеланджело, посетивши Тициана, восхищается ее цветами и манерой, однако сетует, что в Венеции в последнее время не думают о рисунке. Время, где художник даже получает почетное гражданство, он оставляет несколько портретов членов папской семьи, среди которых изумительный портрет Павла Третьего с племянниками. Подлинный шедевр психологической интроспекции. В 1548 и 1550-51 годах Тициан гостит при императорском дворе в Аугстурге. Как раз в это время проводятся заседания собора за объединение, где Карл V пытается прийти к согласию с протестантскими князьями, побежденными ими в битве при Мюрнберге. Взаимная симпатия художника и его сюзерена крепнет. Кроме того, появляется возможность для новых важнейших заказов. Необыкновенные портреты Карла V верхом и Карла V в кресле, когда гордость и официальность первого образа, положившего начало счастливому жанру официальной портретистки, сталкивается в вечном противоречии с меланхоличным камерным образом второго. Была создана Венера и Органист, где художник вновь сотрагивает темы музыки и любви. КОНЕЦ 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 Поклонение Святой Троице или Глория, прославляющая Габсбургов, объединило в себе на фоне светоноснейших империев двор земной и двор небесный. В это же время начались тесные контакты художника с сыном Карла V, Филиппом II, ставшим в 1556 году королем Испании. Замкнутый человек, постоянно разрывающийся между религиозным фанатизмом и ее оздленной сексуальностью, Филипп становится главным заказчиком ТИЦА. И хотя он не только никогда не мог расплатиться с долгами, но и непрерывно делал им новые. Он, тем не менее, наградил художника полной свободой, как по части замысла, так и по манере исполнения. Вернувшись в Венецию, ТИЦА, хотя и не отвергая просьбы со стороны правительства или религиозных и аристократических кругов, определенно скрывается от местного общества, оставляя поле боя вновь появляющимся художникам нового поколения Якобо Тинторетто, Паоло Веронезе, Якобо Бассан и полностью посвящает себя выполнению императорских заказов. Из-под его кисти выходят не только многочисленные портреты Гарсбургов и членов их окружения, но и мифологические сюжеты с отчетливо выраженным эротическим смыслом, а также религиозные картины, предназначенные для двуличного Филиппа II. В 1553-1554 годах созданы удостоившиеся многочисленных копий Венера и Адонис. Хранящаяся в Праду, Даная, еще один вариант картины, созданной для сих пор. В 1559-м появляется драматическое положение во гроб и поклонение волхов. В этих картинах, утративших искренность и легкость первых произведений, классический миф передается в пессимистичных тонах. Одновременно Тициан посвящает себя работе над тремя полотнами огромной важности – вознесением для церкви Сан-Доминику Маджори в Неаполе, распятием для Сан-Доминику в Анконе и мученичества святого Луэнца, для капеллы Дейма Соло в церкви крестоносцев в Венеции. Каждый из этих полотен представляет собой ночную сцену, пронизанную мощным потоком света, исходящего из глубинной картины. Прежде всего, в мученичестве изображение архитектурной перспективы и напряжение человеческих фигур производит впечатление преувеличенного экспрессионизма. Чувство трагедии, внутренний пессимизм, размышлениях о жребии человека и художника, тонкая критика, которая всегда разъедает юношескую веру в миф об обновленной классике, превалирует в последний период жизни мастера, который, пережив смерть самых близких друзей, похоже, ищет утешение в немногословном внутреннем диалоге, пересматривая однажды уже затронутые в его творчестве темы, разрабатывая новые, зачастую никем не заказанные и оставляя своей школе честь выполнения заказов на копии его известнейших картин. Даже его технические приемы подстраиваются под пылку и драматичность произведения этого периода. Теперь он конструирует свои картины на основе совершенно новой цветовой гаммы, по большей части невоспринимаемой современниками, которые зачастую списывают эти изменения на незаконченность и недостаток внимания к деталям, называя причиной этого приближения старости и плохое зрение. Художник отказывается от всякого писательного натурализма, ставя ныне на первое место выражение чувств и эмоциональное участие автора. Ученик мастера Пальма-младший, обращаясь к Марку Баскини, утверждал, что Тициан работал с темными фонами, накладывая щедрой кистью решительные мазки белого, красного, черного и желтого, четырьмя касаниями кисти, заставляя появляться на бросок необычной фигуры и доверяя последние штрихи собственным пальцам. С помощью растираний он смешивает оттенки, а порой создает сгусток тьмы в каком-нибудь углу, или мазок румяна, или пятно крови, и таким образом давая свои живые фигуры до совершенства. Картину Благовещения Тициан создает для церкви Сан-Сальвадору в Венеции в первой половине 60-х годов. Здесь размытые прикосновения кисти выделяют на первом плане великолепного ангела-вестника и взволнованную Марию, в то время как в небесах открывается окруженный ангелочками блистающий просвет. Сан-Сальвадору Венера привязывающая Амура смотрят грустно и возвышенно появившаяся в том же году кающаяся Магдалина, сменила тонкий налет эротики, наполняющий написанное 30 годами ранее для семейства Деларуэре, полотно на усиленный пафос. Сан-Сальвадор На созданном в 1567 году автопортрете художник изображен в той же решительной позе, что и на предыдущем автопортрете, хранящемся в Берлине. В чертах отряхлевшего лица и блуждающей взгляде уже заметна усталость, хотя Тициан еще носит золотую медаль, пожалованную ему Карлом Пятым, и уверенно сжимает руки и кисти. Осенью 1575 года в Венеции начинаются первые вспышки эпидемии чумы, которая в следующем году унесет сотни жизней. Тициан, которому далеко за 80, продолжает работать в своем доме, не предпринимая никаких мер предосторожности. У него в запасе несколько официальных заказов. Портрет Дожжи Антонио Гримани, колено преклоненного перед Верой, присутствие святого Марка, в честь участия испанского флота Филиппа II в победоносном сражении с турками при Лепанту в 1571 году. Вот последние шедевры мастера, хранящиеся в Эрмитаже, святой Себастьян, образец высшего художественного мастерства, истязание Марсия, нечто вроде скорбного завещания с автопортретом Тициана в виде царя Мидаса. Он должен прежде всего закончить грандиозное полотно Пита, предназначенное для капеллы Распятия в церкви Деи Фрари, где должна была быть могила самого мастера. У художника не было времени закончить картину. Смерть настигает его 27 августа 1576 года в разгар сырепствования чумы в пустом доме. Только исключительные меры правительства избавили его тело от общей могилы, обычного метода захоронения при таких обстоятельствах, и позволили его останкам торжественно упокоиться на следующий день в церкви Деи Фрари. Продолжение следует...